Добрый день. Правительственные войска и отряды народного ополчения завершают операцию по освобождению от террористов в восточных районов экономической столицы Сирии, города Алеппо. В результате наступательных действий боевики выбиты практически из всех кварталов, находившихся под их контролем. В сирийской армии в ходе боев ликвидировано более 900 террористов, уничтожены десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники. В результате проведенной операции от террористов полностью освобождено 105 кварталов города Алеппо на общей площади 78,5 квадратных километров. Обращаю внимание, что в соответствии с решением президента Российской Федерации, авиация ВКС России в районе Алеппо не применяется с 18 октября. В целях сохранения жизней боевиков и членов их семей, блокированных восточного Алеппо, мы пошли на беспрецедентный шаг. Сегодня, по указанию Верховного Главнокомандующего, вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Российским Центром по Примирению проводится операция по выводу из блокированных кварталов города Алеппо в провинцию Идлиб, оставшихся боевиков, членов их семей, а также удерживаемых ими мирных жителей. Через специально созданный гуманитарный коридор из района Салах-Эддин в направлении населенного пункта Р-Рашидин-4 в настоящий момент перевезено свыше тысячи человек. Для этого задействовано 20 пассажирских автобусов, предоставленных сирийскими властями и 10 машин скорой помощи от Красного Полумесяца. Далее они направляются в провинцию Идлиб транспортом боевиков. В целях обеспечения безопасности по маршруту следования колонн Российским Центром по Примирению выставлены 7 комендантских постов, а во избежание провокаций осуществляется контроль с помощью 4 беспилотных летательных аппаратов и 4 веб-камер. В реальном масштабе времени ведется трансляция на сайте Минобороны России и по телевидению. На боковых экранах вы видите онлайн-трансляцию вывода боевиков из города Алеппо. С начала операции по освобождению Алеппо для вывода гражданского населения и сконтролируемых в террористове кварталов города с августа месяца действовали 6 гуманитарных коридоров. После сужения кольца окружения боевиков мирные жители выводились через боевые порядки правительственных войск, для чего подразделения сирийской армии неоднократно в одностороннем порядке прекращали ведение огня, обеспечивая пробку женщин и детей. В общей сложности по организованным гуманитарным коридорам в безопасные районы города выведено 108 076 мирных жителей, в том числе 47 183 ребенка. Они незамедлительно распределялись по заблаговременно созданным пунктам приема беженцев и обеспечивались горючим питанием. Всем нуждающимся оказывалась медицинская помощь. Для организации этой работы российским центром примирения в Алеппо развернуто 155 полевых кухонь. Жителям города ежедневно раздается несколько десятков тонн гуманитарной помощи, прежде всего продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов. За медицинской помощью к врачам российского центра примирения обратилось более 3000 мирных жителей, в том числе за последние сутки 258 человек. Кроме того, из Алеппо добровольно вышли 3033 боевика. 1524 из них амнистировано и отпущено. В отношении остальных проводятся проверочные мероприятия. Специалисты Международного противминного центра Вооруженных сил Российской Федерации продолжают очистку от взрывоопасных предметов территории города Алеппо, освобожденной от боевиков. Всего российскими саперами разминировано 307 зданий, в том числе 37 социально значенных объектов. Проверено 30 километров дорог, обезврежено в общей сложности 2742 взрывоопасных предмета на площади 107 гектаров. После разминирования на всех социально значимых объектах незнамедлительно начинаются ремонтные работы. В ряде кварталов уже возоблена подача воды и восстановлено электроснабжение. В свои дома вернулись более 5000 мирных жителей, в том числе 1529 детей. В ближайшее время в освобожденных районах Алеппо при содействии Российского центра примирения начнется формирование органов местного самоуправления, которые постепенно возьмут на себя всю ответственность за восстановление мирной жизни в городе. Развернута работа по документированию преступлений, совершенных террористами в Алеппо в отношении мирного населения. В ходе проверки брошенных боевиками укрытий найдено большое количество фото и видеодоказательств, совершенных зверств, снятых самими террористами. Кроме того, сирийскими военнослужащими обнаружено несколько тюрем, оборудованных боевиками в подвалах жилых домов и административных зданиях. Съемки, сделанные в одном из таких тюрем, обнаруженных в районе Алям-Джи, вы видите на экране. В ней содержались и подвергались пыткам жители, заподозренные в организации акций протеста, а также мужчины и подростки, отказавшиеся воевать на стороне бандформирований. Накануне наступления правительственных войск большая часть узников была казнена. По свидетельствам мирных граждан, спасшихся от террористов, боевики устраивали расправы над жителями Восточного Алеппо только на основании подозрений в симпатии сирийскому правительству. В качестве одной из мер устрашения практиковался расстрел родителей на глазах у собственных детей. Хочу отметить, что в ряде случаев речь идет о причастности к издевательствам и расправам над гражданским населением членов вооруженных формирований так называемой «умеренной оппозиции», которая, по мнению Запада, якобы защищает народ Сирии от действующего правительства страны. Все собранные доказательства будут систематизированы и переданы заинтересованной международной организацией для проведения правовой оценки. Сирийскими войсками при поддержке ВКС России стабилизирована ситуация в районе города Пальмира. Многократные атаки боевиков ИГИЛ отбиты. В настоящее время линия обороны проходит в районе города Тиас и аэродрома Тифор. Российская Федерация оказывает помощь руководству Сирии в организации контрнаступления на Пальмиру. Российский Центр примирения враждующих сторон продолжает работу по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. Договоренности о присоединении к процессу примирения достигнуты с главами 1057 населенных пунктов. Всего с лидерами вооруженных формирований умеренной оппозиции подписано 94 заявочных листа о прекращении боевых действий. Спасибо за внимание.